Слушай, ты такая тема, что я вообще не очень впечатлительный. Это, наверное, моя проблема. То есть у меня нет такого прям «Вау! Вот это изменило мою жизнь!» Ну, относительно книг, фильмов и так далее. События больше впечатляют, какие-то жизненные. Нет, вообще никаких сценариев не было. Ну, были сценаристы, которые выцепляли скорее из нашей повседневной жизни какие-то истории, сюжетные линии, и развивали их там правильным монтажом, подачей и так далее. Ну, чтоб нам говорили. Мне кажется, если у тебя есть смысл того, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, для чего, то это как бы уже хорошая мотивация. Но иногда нужно дать себе пинка под зад, просто заставить работать. Левитации. Слушай, без неудач никуда. Неудачи дают тебе опыт, чтобы получилась удача. Слушай, мне очень помогает ничего не делание. Ну, то есть, если это возможно, на день, два, три полностью разгружаешь и вот просто пластом лежишь, читаешь книжку, смотришь сериал. Мне лично выходных двух дней хватает. И потом появляется. Блин, если честно, мне иногда кажется, что люди вообще обо мне ничего толком не знают, потому что, ну, вы видите, картинку там в инсте, по телеку видели, там клипы какие-то, песни, да, я там рассказываю, но что в голове, вы-то не знаете, как, что и... Мне кажется, это постоянный процесс. Постоянно все меняется, трансформируется. Просто отсюда мы этого не замечаем. А пройдет там 20 лет, и мы такие, типа, о, оказывается, вот в эти годы зародился какой-то новый жанр, новое движение, культура. Я сейчас задумался, и мне кажется, я очень далекий от веры человек. Ну, то есть, я не знаю, и меня этот ответ вполне устраивает, а гадать, строить какие-то иллюзии нет смысла, по-моему. Да, все по большому счету внутри нас, окружающие люди, не только люди, и вообще все окружающее просто отражает наше внутреннее состояние. Астрология очень интересная штука, дизайн человека и многое другое. У меня была ситуация, когда несколько лет назад, астролог мне дал прогноз на несколько лет вперед, и это все произошло прям очень точно, случилось. Но я не уверен, что работает именно так. Вот это вопрос. Блин, на самом деле нет, потому что, во-первых, у меня замечательные друзья, во-вторых, это их зона ответственности, их жизнь. И что они делают, это их проблема. Я думаю, что апатия – это состояние, а интерпретировать его причины можно как угодно. Хочешь – будет признаком усталости, хочешь – неверного пути, как кайф. Спасибо. Спасибо.